В зале заседаний Самарской городской думы проходит итоговое заседание конкурсной комиссии. По итогам депутата Гурдумы представители правительства области, общественники и почетные граждане вынесут рекомендации, на основе которых и будет выбран новый глава Самары. Напомню, в этом году на этот пост претендует 8 кандидатов. Документы от кандидатов принимались с 24 сентября и до 17 часов вечера 12 октября. По правилам претендовать на пост имеют право все желающие граждане от 30 до 65 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не меньше 5 лет на руководящих должностях в области государственного и муниципального управления. Утром 13 октября конкурсная комиссия собралась на заседание, чтобы провести собеседование со всеми кандидатами. Некоторые из них не прошли по возрастному критерию. Есть два критерия. Первый критерий – это формальный документы, образование. И второй критерий, тот, который субъективный, который будет оценивать конкурсная комиссия, это готовность человека выполнять эту ответственную работу. Это и опыт, это и видение развития города, это возможности и перспективы, которые открываются перед Самарой, исходя из новой структуры управления. В три часа дня члены конкурсной комиссии вновь собираются уже на итоговое заседание. На нем они и определяются с лучшими, на их взгляд, кандидатами. Основных претендентов, доклады, программы, они были достаточно глубокими и значительно, может быть, лучше, чем это было в прошлом году. Ну а часть кандидатов подошли к этому, ну, скажем, не совсем, может быть, ответственно, не представили ни программ. А некоторые, даже один из кандидатов сказал, что программа – это дело ваше, комиссии, а я хочу управлять. В итоге конкурсная комиссия определила двух человек. Это Фурсов Олег Борисович и Белоусов Михаил Владимирович. Окончательное слово за депутатами городской думы. На пленарном заседании парламентарий делают свой выбор. Главой города становится Олег Фурсов. После заседания он рассказал журналистам о своей программе «Преобразование города». Базовые принципы этой программы связаны с повышением качества управления, эффективностью управления, экономией ресурсов, контролем за их использованием. На первом месте вопросы системы ЖКХ. Мы будем добиваться того, чтобы качество услуг в этой сфере росло. На втором месте проблема развития дорог в нашем городе. В ближайшие пять лет, а именно на этот срок избран глава Самары, Олег Фурсов планирует также особое внимание уделить вопросам общественного транспорта, благоустройства города, его архитектурного облика, а также подготовки к проведению чемпионата мира по футболу.